Трубы трубят Ей исполнилось 50 лет. За эти годы накопил огромный багаж знаний, умений и навыков. Это такой колоссальный массив и сплав опыта, эмоций и жизни, что, наверное, это не 50 лет, а все 500 человеческой жизни. Счастлив тот, кто дарит подарки. Художка счастливая! Она подарила Севастополю большую выставку. Зрители попадают не в музей, а в сказку. Фантастические панно, необыкновенные подводные чудища. Яркие картины жизни города у самого Черного моря. Каждая выставка – это этап в развитии. Определённый этап, который фиксирует, но и в то же время даёт новый импульс движения в школе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь выставки коротка. Проходит время, и картины снимаются с стен. Складывают на полку, и увидеть их совсем непросто. В педагоге нашли выход, создали книгу, большой альбом. А к юбилею родились еще два новых издания о школе. Только море и художка Наша выставка называется так же, как эта книга. Только море и художка. Она посвящена первому директору нашей школы Кольченко Евгению Андреевичу. Основателю нашей школы. Он колоссально много сделал для того, чтобы школа получила правильный вектор развития. Ну а вот насколько правильный вектор развития мы получили, можно посмотреть в этом каталоге. Это каталог, собственно, альбом-каталог выставки. Это, так как наша выставка не только школьная, но и выставка выпускников, в этом каталоге есть еще и каталог работ наших выпускников за многие годы. Вот кто выпустил, так что он весь хорошо спечатан, хорошо иллюстрирован. Здесь собраны воспоминания наших выпускников. Здесь рассказывается о наших значительных выставках в Москве, в Третьяковской галерее, в Петербурге. И так далее. То есть вот он получился у нас красивым, замечательным, в общем, достойным нашей школы, я думаю. Память о времени, людях, продолжает жить в фотографиях. Сколько их было в школе за полвека? Черно-белых и цветных снимков педагогов и учеников? Тысячи. Часть из них была умело собрана Игорем Житковым в единое целое. Калаш. Когда делаешь, складываешь между собой. Вообще складывать интересно, правда? Тем более, когда складываешь лица, они так совмещаются. И сама по себе вот эта часть интересна, когда делаешь что-то. Потому что связи между людьми, между лицами и между тем, что происходило и происходит, становится такой очевидный материал. Две тысячи выпускников художки разлетелись по всему белому свету. Но есть одно свойство, которое их объединяет. Верность традициям, верность традициям литературным и художественным. Дело в том, что когда нам что-то объясняли в плане изобретительного искусства, нам прививали определенный литературный вкус. В частности, любовь к Пушкину, любовь к стилистике Пушкина и классицизма, и это все отразилось на интеллекте, на художественных особенностях, на почерке учеников художки. Их увидишь, даже если не знаешь, что он здесь учился, посмотришь на рисунок и увидишь, что он здесь был. Он здесь связан с этими преподавателями, он связан с этой традицией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Художественная школа в Севастополе – удивительное явление. В чем же заключен ее секрет? Я вообще не понимаю этого. Я не вижу разумных объяснений, кроме, наверное, труда педагогов. Особо никаких секретов, просто творчество, дружба, взаимопонимание, взаимоподдержка. Я думаю, что в соборности, в том, что все выпускники, все те, кто здесь учился и преподают, чувствуют единство и не раздельность между собой. И эта преемственность поколений не какая-то голословная, какая-то чья-то история, а вот живая практика, которую вы можете увидеть. То есть все друг друга знают, все любят, и традиция передается из уст в уста, из рук в руки, непосредственно. Искренние и теплые пожелания в день рождения. Что может быть лучше? Школе пожелание, чтобы она дальше процветала, уходила в бесконечности. И, конечно, новое помещение желательно будет. Пожелания школе самые отрадные. И самое большое пожелание, чтобы она наконец-то приобрела большое самостоятельное здание. Она этого вполне достойна. Пожелание процветать, много работать, работать интересно, много выставляться, участвовать в конкурсах, выставках. Все вступлено делать филиалы, все вступлено бросаны. Надо на Качи, чтобы была художественная школа, на Северную школу была, в художественную школу была. Балатаево должна была художественная школа. Чтобы школа была, чтобы туда приходили новые талантливые преподаватели, чтобы там слышались детские голоса, чтобы там был вот этот процесс. Когда заходишь, смотришь на эти мольберты, там такая патина. Думаешь, сколько детей через это прошло. Чтобы это не кончалось. В современной школе прекрасный коллектив и педагогов. И то, что там делается, это в высшей мере полезно для города. Школа нас воспитывает. Учит создавать образ мира через линии и краски. Чтобы спустя годы мы могли сказать. В начале жизни школу помню я. Детская художественная школа – это было волшебно. Это моя жизнь, это моя судьба, это моя радость, моя боль. Для меня свобода. Вот и все. Свобода. Школа – это моя свобода. Это первая любовь к искусству. Тот интерес очень живой, очень такой искренний. Это веселье. Ну, мне там нравится. У меня получается. Я люблю. Рисовать и все. Жизнь удалась, потому что состоялась школа. Рисовать и все. Субтитры создавал DimaTorzok